Антикоррупционная политика Которая могла бы стать сценарием для криминального сериала Но так больше продолжаться не может Общественная палата решила повлиять на ситуацию Государство должно ставить перед собой задачу Не просто посадить виновных Оно должно создавать все меры Для того, чтобы не допускать нарушения прав человека Не допускать принесения ущерба Задача государства, правоохранительных органов Все правоохранительные системы содействуют возмещению этого ущерба Основная, на наш взгляд, концепция должна быть уголовной правовой политики в России Бизнесмены жалуются на произвол и беспредел На безнаказанность тех, кто должен обеспечивать порядок А вместо этого занимаются рейдерством и откровенным разбоем Среди множества примеров – история одной семьи На первый взгляд – бытовой конфликт Однако на деле – все та же тема коррупции Программа «Момент истины» уже рассказывала о преступных действиях Артура Исакова в отношении его семьи Жажда наживы заставила бизнесмена ворваться в дом бывшей супруги и избить родственников Пришел бывший папочка не один, а в сопровождении 20 с лишним сотрудников полиции Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату Если вы столкнулись с беспределом в суде Если вы испытываете незаконное уголовное преследование Если вы встретились с произволом чиновников Если вам есть что рассказать Звоните в редакцию Последствия этой встречи некоторым домочадцам пришлось залечивать на больничной койке Историю громкого развода озвучил на заседании общественной палаты Член Ассоциации юристов России Эраст Астахов Он рассказал о том, как с помощью уголовных дел Исаков стремится отобрать все имущество своей бывшей семьи Под личиной бракоразводного процесса Господин Исаков Артур Актаевич Реализует, к сожалению, на сегодняшний день весьма успешно Рейдерскую схему по отъему имущества своей бывшей жены Сразу надо сказать, что за 26 лет бизнеса Наталья Циклаури уплатила все налоги Об этом есть декларации То есть есть неопровержимые доказательства того Что весь бизнес финансировался и строился именно ею В то время как Артур Исаков к этому бизнесу имел весьма посредственное отношение При этом следователи проявляют чудеса гибкости в трактовке законодательства Много вопросов вызывает возбуждение уголовных дел В отношении бывшей супруги и падчерицы Непосредственно в юго-восточном подразделении столичной полиции Непроданные здания, нефигуранты дел Не имеют никакого отношения к этому округу Однако следствие на обзор это не удивляет Есть несколько вариантов Как можно было возбудить это уголовное дело Привязав его либо к месту обналичивания денежных средств Это центральный округ Москвы Либо к месту проживания, например, обвиняемых Это Наталья Циклаури И, кстати, ее дочь, падчерица Исакова Она обвинила свою бывшую жену и свою падчерицу Скандал этой семьи уже не раз находил отражение в федеральных СМИ Неудивительно, что в курсе ситуации оказались и приглашенные участники дискуссии В честь Исакова вызвался отстоять член Ассоциации европейских адвокатов И главный редактор одного из порталов Он выступил с громким заявлением в адрес бывшей супруги Исакова Натальи Циклаури По его словам, женщину якобы разыскивает прокуратура Германии Я думаю, что не стоит вмешивать какие-то частные случаи Даже, может быть, очень интересного бракоразводного процесса между двумя гражданами Кто у кого там что похитил и как они друг за другом потом гоняются по всему миру Наталья находится в международном розыске, в том числе и прокуратуры Майнца, насколько я знаю Вы можете эти документы увидеть, опубликованные на портале законе Значит, это ответы и прокурора о розыске непосредственно за обман суда, если мне память не изменяет Тезис оказался без доказательств Информация ложная, и тому есть документальное подтверждение Юрист Ираст Астахов утверждает Речь идет о крупномасштабном, запланированном и организованном рейдерском отъеме собственности на фоне бракоразводного процесса Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату Если вы столкнулись с беспределом в суде Если вы испытываете незаконное уголовное преследование Если вы встретились с произволом чиновников Если вам есть что рассказать Звоните в редакцию Артур Исаков похитил не только компании семьи Циклаури Но и крупные суммы денежных средств со счетов этих компаний Он фальсифицировал документы для подачи 16 исков в арбитражный суд города Москвы Пытал свою тещу Сфабриковал получение ею денежных средств и ювелирных изделий от Исакова На общую сумму более 6,5 миллионов долларов Избил родную дочь до потери сознания Ограбил дом своей семьи Инициировал незаконное возбуждение уголовного дела В отношении своей падчерицы и бывшей жены Неужели этого мало? Но Исаков продолжает безумствовать По версии следствия Наталья и ее дочь нанесли Артуру материальный ущерб Продав здание, принадлежащее фирмам В свою очередь принадлежащим Наталье Исаков никогда не имел отношения к этим фирмам Формально у него никогда не было долей В уставных капиталах этих фирм Сами здания ему не принадлежали ни частично, ни полностью То есть каким образом был ему нанесен ущерб Путем абсолютно законной и легальной продажи зданий Непонятно Вполне очевидно, эта история представляет собой Не просто бракоразводный процесс Коррупция проникла во все сферы общественного развития России Она приобрела системный характер При котором даже ключевые стратегические государственные решения Принимаются с учетом коррупционных интересов За ужесточение наказания за коррупцию выступает и президент России Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по правам человека Но прежде чем принимать какие-то действия, по словам Путина Необходимо посоветоваться с общественными организациями и специалистами Именно этим и занимались участники круглого стола в общественной палате У каждого заявителя появилась надежда Их проблема, наконец, стала достоянием гласности А значит, есть шанс исправить ситуацию и восстановить справедливость Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok